здравствуйте друзья вот вопрос у нас мне 21 ему 21 живу в российском провинциальном городе получаю журналистское образование учиться остался год мне всегда казалось что журналист должен работать для людей таки да однако чем дольше живу тем больше вижу что мои взгляды как человека и журналисты не соответствует интересам большинства людей проживающих в россии это проблема говорю про обычный провинциальный город периодически я снимаю различные видео которые констатируют ухудшающее удручающее ухудшающее состояние города его социальной сферы да и просто хамского отношения людей друг другу я осознаю что я не вояю что-то новое но ведь показывать не только лучезарные картинки с первого канала лишним не будет это как найти как посмотреть кто так однако с оскорбительными комментариями приходит и осознание что я не вписываюсь в интересы страны по всей видимости разве что снимать сюжеты о путешествиях где тема политики и негатива сведена к минимуму я периодически путешествую езжу по европе это неплохо 21 год по европе то периодически большинство родственников живет за кордоном ты смотри вот она вот она так значит мои самые активные друзья программисты уже давно уехали и с каждым разом все чаще понимают что мне самой нужно того самого валить эта девушка мне самой нужно того самого валить что у меня есть английский который я усиленно учу и подтягиваю день изо дня плюс еще пара языков турецкие и шведские сушки хорошая девушка желание работать и пахать симпатичная интересуюсь тестированием вот еще все журналисты пошли еврейские корни нужно копать в архивах документы чем скоро и займусь товарищ в россии у каждого есть еврейские корни это дело такое вот ленин владимир и тот так значит теперь проблема может по наивности может по глупости но для меня вопрос как эмигрировать не первичен как не так важно ради для меня первичен вопрос кем я буду и не только в эмиграции а в жизни ну вопрос кем кем я буду не так уже связано с эмиграцией честно сказать если если в целом жизни если я решусь сменить страну то кем мне работать пока мне 21 и во мне бунтует юношеский но девичий максимализм что хочется что-то делать для людей и себя показать но как это вписать в реальность плохо представляю в семнадцатом году то проще было там револьвер на лошадь вскочил там и пошел себя проявлять а тут конечно сложно в мир на это время я интересуюсь тестированием по смотрю ваш канал с обучающими уроками читаю книжки общаюсь с тестерами из европы о работе за кордоном и мне нравится мне интересно каждый день открывать в этом что-то новое да и информационные технологии это уже не будущее а настоящее так и прошлое тоже там много про это я вот весь в прошлом можно сказать это же так не хочу даже вспоминать так в музее тут был знаете у меня есть видео про музей компьютерный кремниевой долине так я там состав самыми старыми образцами я был лично знаком практически советскими аналогами да в ногу идти со временем всегда хочется в общем-то меня так и подрывает постучаться в какую-нибудь местную компанию сказать мол работать хочу применение себе хочу кстати не такая плохая дед но тут ко мне приходит мысль что тогда журналистики можно забыть но тут уже либо тестер да да ведь когда ты пытаешься что-то делать в двух местах ты по факту нигде и да и нет и да и нет не не обязательно периодически приходят шальные мысли что я могла бы быть теоретически журналистом и за рубеж с мечтой смотрю каждое утро евро ньюс но потом понимаю что это наверное бред да и мне уже 21 и шутки кончились что мне делать кем мне быть помимо журналистики интересует сфера туризма работы с иностранцами мигрантами короче хочу быть полезным человеком это же типа social worker получается но толком не понимаю куда себя впихнуть я человек закона и конечно впихнулась бы в интересы скорее запада европы нежели российский беспредел извините за такое огромное письмо просто у меня тут жизнь решается будем участвовать в решении жизни итак друзья мы с вами не можем остаться в стороне когда у человека жизнь решается все что давайте я со своей как бы колокольни посмотрю значит у нас есть совершенно прекрасная девочка 21 год она полна талантов ей все интересно у нее все получается она как бы сказать хороший гражданин своей страны да не хочется чтобы там все было хорошо она по возрасту по нехватке недостатку жизненного опыта она как бы хочет чтобы вот было все ближе к идеалу туда если уж не совсем прямо идеал но по возможности туда ближе к идеалу и столкновение с реальным но жизнью а в 21 год уже пора с ней столкнуться ну так немножко значит вот столкновение с реальностью расхолаживает потому что вот ты начинаешь видеть те вещи которым абсолютно нет места в мире идеала мало того тот она еще за границу ездит и видит что как бы вот бывают люди лучше живут и никакого ответа на вопрос а как сделать чтобы дома также было хорошо нету не только у нее нет вообще ни у кого нету чем мы будем тут банк это валять нет ответа на этот вопрос и друзья у нее все за границей и родственники за границей и вот она уже задумалась неизвестных но где-то присутствующих еврейских корнях вот значит а мы тоже братцы мы уж две тысячи лет как по миру-то скитаемся и вот значит вот это вот мысль значит потянула потянула в табор потянула к перемене мест и я хочу сказать что тяга к перемене мест в 21 год абсолютно неплохой неплохая тяга если ее там в принципиальном плане ничего дома не держит и друзья уже там и так далее но ночью нет вот я с одним программистом беседовал из индии парень и так между делом я могу отчеты и в америке вот сейчас говорят в индии много работы там еще чем ты понимаешь ситуация вот нас в группе было 25 человек вот мы учились там на компьютер сайт прошло два года как я закончил и в индии осталось трое остальные все в америке но вот что мне было делать я и все зовут и год давай туда ну вот я приехал там все думает от поехать на родину невесту там завести жениться и как-то вот уже семью завести 5 а что его было делать вот если он весь вот такой вот выдвинутый в эту сторону вот то же самое с девушкой у нас получается ни в каком плане неплохо пожить за границей поработать и так далее значит ни в каком плане неплохо из исследовать себя в разных качествах ее тянет к технологиям почему нет я вообще хочу сказать что реальные прорывы вот из того что на моей памяти происходило а я уже так ну лет сорок там с лишним внимательно наблюдаю за прорывами я могу сказать что очень много прорывов если не почти все происходили на стыке наук вот если вы посмотрите наверно сегодняшнюю медицину то вот чего бы она стоила мир без технологий скажем компьютерных или там электроники ну куда бы мы вернулись там в тридцатые годы пойти поэтому микробиологи этим все вообще вообще все революционные такие вещи они они все связаны с развитием технологии они на стыке они какие-то смежные если человек журналист но она еще не очень журналист то есть все-таки 21 год не искать что человек журналист у него мог быть склонности он может быть там как-то таланты какие-то в этой области у него но у него может быть на порядок более широкий набор талантов чем вот исключительно журналистика почему журналистки неплохо как фактор в жизни вода человек там допустим может писать может красиво писать может ясно излагать может там других людей зажигать словом и так далее но ну да я я вот в некотором смысле немножко журналистикой занимаюсь да не профессионально я книжек не читал курсов не брал там и так далее но ну а что я вот делаю вот я сейчас сижу с вами разговариваю я я же тоже как бы в этом бизнесе вот по-своему там с черным с черного хода там заднего крыльца поэтому если ты можешь это делать не с черного хода и не заднего крыльца так и делай там может быть параллельно с другими делами вот я смотрю там допустим те блогеры да на ютюбе русскоязычные которые пришли из профессии киношной там у них такие потрясающие вот ну такие блоги красивые я так не могу никогда не смогу я не то чтобы стремился но я оценить то могу хотя вижу как красиво люди делают и тогда поэтому она может не расставаться с журналистикой просто она может перейти в какую-то такую форму мы сейчас вот об этом как раз поговорим какую-то форму где она свободна от того что ей не нравится вот она говорит я обнаруживаю по комментариям на своих видео я обнаружил что большинство населения со мной не согласны там и так далее если ты будешь свой стандарт навязывать большинству населения какой бы ни был твой стандарт замечательный вот то большинство населения те напишут плохой комментарий но на самом деле не большинство населения пишут плохие комментарии и плохие комментарии пишут очень незначительная группа людей которые самые реализуются через написание плохих комментариев и это собственно вот 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 и все на самом деле не очень правильно к ним относятся к этим плохим комментариям но дело не в этом вот Если ты смотришь на журналистику как профессию, и ты дальше должен, да, это первая или вторая, там, из древнейших, я не помню, какая первая, но, наверное, журналистика вторая по древности, значит, если ты работаешь в системе, значит, тебя должны пропустить, тебя должны одобрить, тебя должны, ну, как бы загрузить работы и так далее. Ну, вот представьте себе, в кого вы превратитесь, значит, например, для того, чтобы вам дали, там, возможность, там, на первом канале быть, а даже не на первом. Понимаете, вы должны отрабатывать, это работа, ну, как, в первой и древнейшей тоже надо отрабатывать, это тоже работа, это не то, что так прошелся красиво, там, и все, и тебе денег дали, нет, надо отрабатывать. И журналист, конечно, если, например, в стране есть очень разные средства массовой информации, разных направлений и так далее, то журналист, например, имеет возможность работать с такими средствами массовой информации, в которых, ну, как бы, ему не нужно собой торговать, да, там, или просто за деньги говорить то, чего надо. Хотя это, именно это и есть профессиональный журналист, на самом деле, он отрабатывает. И если таких средств массовой информации особо нет, или, например, если они есть, но ты рискуешь получить по голове, то, наверное, не стоит. Может быть, надо какую-то другую профессию. Но вот сегодня мы живем в таком мире, когда человек может, абсолютно не завися от какого-то официоза, если ему есть что интересное сказать, вот выйди там на YouTube и скажи интересное, заведи блог вдобавок к этому и говори интересно. В принципе, проблема этого в том, что в 21 год трудно сказать что-то сильно интересное очень большому количеству людей. То есть в 21 год, наверное, проще быть интересным сверстником или, может быть, тем, кто моложе тебя, там, не знаю, на 5, на 6 лет, да, вот там, может быть, начиная там с подростков, там, не знаю, 12, 13, 14 лет, вот эти, которые втягиваются. Может быть, для них там человек, которому 21 год, он закончил университет, она закончил университет, симпатичная девочка, знает языки, ездит по Европе. Вот, может быть, для них вот это как какая-то, ну вот, то, что у нас называется role model, вот, и они могут идти. Это неплохо, очень много есть молодых людей. Если вам что сказать молодым людям, скажите, не обращайте внимания, там, на их максимализм, там, или, я не знаю, полуграмотность. Я, я когда вижу, как они пишут, там, тексты у меня, в глазах темнеют, ничего страшного, они вырастут. Вот, поэтому будьте для них, вот таким лидером, будьте для них, если хотите. Но вы сегодня не зависите ни от кого, вы можете, если вы действительно интересны, понимаете, но вот тут начинается, это должен, да, быть интересным. Не то, что тебе начальник сказал, вот тебе деньги, там, мы в тебя верим. Нет, это должен, да, пойти и да, сам себе и всем остальным доказать, в первую очередь себе, что ты интересен, что ты можешь. И вы можете зарабатывать довольно прилично на этом. В общем, да, если у вас, там, как бы, большой поток, значит, последователей, господи. Там тысячи и тысячи и тысячи. Ну, ты не можешь быть посредственным, ты не можешь быть, там, каким-то рядовым, ты должен быть классным. Поэтому этот путь есть. Вы можете это делать, там, как русскоязычный блогер, вы можете это делать, как, не знаю, там, на шведском, турецком, английском, там, каком-то другом языке. Наверное, проще, там, на русском. Если человек журналист, если человек блогер, если он трибун, если он лидер, лидер это не тот, кто строит, а тот, кто ведет за собой, тот, кто влияет. Влияет. Если вы влияете на других людей, вы лидер. Вот, ну, есть книжка про лидерство, вот я читал, и там человек объясняет, что лидер это тот, кто влияет. Вот, вот я принимаю его определение. Вы можете очень влиять на людей. В первую очередь на молодых. Это очень достойная, очень серьезная задача. И это то, где ваши юношеские, девичьи, там, максимализм, патриотизм, любовь к отечеству, там, и так далее, могут очень хорошее применение найти. Потому что ваше отечество завтра, это то, вот, чем завтра будут вот эти вот молодые ребята, на которых вы можете сегодня повлиять в хорошую сторону. Но для этого надо быть взрослым. Надо быть уже достаточно взрослым. То есть максимализм не кати. Максимализм не плохо, как фон. Но ты, когда вышел перед людьми, ты отвечаешь за каждое слово. И перед собой, и перед другими, и перед их родителями, и перед страной, если это важно. Значит, что касается иммиграции, что касается технических талантов, значит, как я сказал, это можно совмещать вполне. Вы можете заниматься технологиями и при этом быть там блогером, я не знаю, журналистом и так далее. Вы можете писать, можете публиковаться в таких полу-технических публикациях. Их очень-очень много. Замечательно совершенно ребята пишут. И там и язык хороший, и нужен, и понимание каких-то аспектов технических. В 21 год, будучи человеком гуманитарным, вы можете и одновременно с интересом к технике, открытые дороги все. То есть вопрос стоит, мне важно не только, как эмигрировать, как раз, как эмигрировать, как раз не вопрос, это решается несложно, но кем я буду? Вы будете абсолютно всем, кем хотите быть, понимаете? Вопрос в том, что вы сейчас пока не очень знаете, кем вы хотите быть, вы мечетесь между этим и тем, и это неплохо. Это очень неплохо. То есть, хорошо, что человек мечется, хорошо, что у него много талантов, а не один, понимаете? Вот, и пусть этим позанимается, тем позанимается, если вы хотите, как интересно, дорожку-то перекородили, а мы вот так. И, значит, ну, пожалуйста, если вам проще, например, приехать за границу каким-то образом и заниматься, там, скажем, технологиями, ну, пожалуйста, приходите, мы из вас тестера сделаем, будете тестировать. Если вы поймете, там, ну, или еще, я не знаю, там, не мы или не тестером, посмотрите. Но дальше окажется, что, допустим, в 25 вы будете, там, скажем, менеджером каким-нибудь, а к 30 вы будете вице-президентом, и вы за это время, там, я не знаю, получите мастера, там, бизнес-администрейшн, будете работать, там, в нескольких серьезных приличных компаниях, вырастите куда-то и так далее. Абсолютно все. Вот, вот, даже представить себе невозможно, какие могут быть ограничения, вот, у вас, в том, кем вы можете стать. Вот, кем хотите. Абсолютно. Все дороги открыты. Я, я не вижу, вот, вот тут мы, вот, мы тут живем, вот Кремниевая долина, вот наш, по-моему, это наш педагог, там, дорогу переходит. Странно, должна быть на машине ехать. Ну, вот, если она решила ехать на машине, приедет на машине, а захочет на транспорте, приедет на транспорт, не знаю, может, она тут живет рядом. Так вот, кем хотите, тема будете. Хотите пешком, будете пешком. Хотите на машине, будете на машине. Хотите самолетик, заведете самолетик. Хотите яхту, будет яхта. Это все на расстоянии вытянутой руки. Работать надо. Конечно, надо работать. Но если ты талантлив, если у тебя энергии много, если ты хочешь мир сделать лучше, понимаете, так кто же тебя остановит? Ну, в этом смысле, конечно, иммиграция позволяет человеку вот со всеми этими потенциалами перебраться в такое место, где его никто не останавливает. Я помню вот это вот наше ощущение жизни в СССР, когда ты знаешь, ты точно знаешь, что тебе не дадут. Вот ты можешь иметь любые таланты, ты можешь все, что угодно. Ты можешь за родину там в вагоне в воду, это тебе не дадут. А еще и с еврейскими корнями. Вот, поэтому, конечно, вот это вот пребывание точно наш педагог. Что ж, я педагогу своих не узнаю. Так вот, иммиграция в этом смысле для человека, которому нужен простор, где крылья разбросать, ну, конечно, че же. Я в этом смысле большой сторонник. Тем более, на самом деле, она уже даже не одной ногой, а полутора, как бы, ногами в эмиграции находится. У нее тут друзья все, у нее родственники и так далее. Ну, а че там? Ну, так она уже тут. Она, может быть, просто ищет себе внешне какое-то подтверждение того, что у нее правильный ход мыслей, там, и, не знаю, может быть, я только для этого тут разговариваю. Но, ну, так значит, поговорим и для этого. Но, конечно, из того, что я вижу в истории девушки, симпатичной, 21 год, она не очень, не очень с собой разобралась. Вот. И независимо от того, где она живет, ей придется с собой разобраться. И насчет того, что эмиграция, там, не эмиграция. Эмиграция не способ разобраться в себе, понимаете? Вот, что бы какая. Поэтому я бы разделил. Мне не очень, как бы, комфортно вот с тем, что два вопроса замешаны в один. Вот я с собой не разобралась, вот, но я, видимо, нужно мне эмигрировать. Нужно разобраться с собой. Это, это по-любому нужно. А нужно ли эмигрировать? Не знаю. Ну, как бы, я в целом положительно к этому отношусь. Но опять это не мое дело, как бы, человек сам для себя должен решить. Счастливо!